На лёд Тверского спорткомплекса «Юбилейный» соперники вышли в обновлённых составах. Челмет получил усиление от своего старшего брата Трактора, выступающего в континентальной лиге. ТХК от подмосковного «Витязя». Местные болельщики надеялись увидеть в форме крылатых и лучшего игрока прошлогоднего розыгрыша «Братина» Дениса Абдулина. Он приехал в Тверь, но из-за травмы с трибуны поддерживал своих бывших партнёров. Они выиграли чемпионат, сделали большое дело. И всегда, когда ты лидер чемпионата, выходишь играть в плей-офф. То есть, на тебе висит груз ответственности. Этот груз, по всей видимости, оказался очень тяжёлым. Два первых периода Челмет выглядел гораздо активнее хозяев площадки. Только благодаря мастерству голкипера Игоря Сапрыкина ТХК после 40 минут удалось сохранить ничейный счёт на табло 1-1. Посмотрели игру ТХК, разобрали с ребятами, договорились, как будем играть, как получилось. Особенно начало матча, потому что, конечно, в конце, на усталости, просто уже там пошла игра характеров, воли. Характера Тверской команде не занимать. Крылатые не уступили Челмету в драке 1-1, а в третьем периоде и вовсе перехватили инициативу и вышли вперёд. Гол в ворота гостей забил лучший нападающий ТХК Иван Иванов. Увы, удержать минимальные преимущества до кончания основного времени не удалось. Судьба встречи решилась в овертайме. Челябинцы выиграли с отсчётом 3-2 и повели в серии. Есть о чём задуматься тренерскому штабу Тверской команды. Не дотерпели, не добежали, так что... Ну, всё, что перейдем. Серии в плей-офф проводятся до четырёх побед одной из команд. После второй игры в Твери соперники продолжат выяснение отношений в Челябинске. Затем снова вернутся в юбилейный. Задача ТХК пробиться как минимум в финал Кубка Братины. Андрей Крылов, Максим Андреев, РЕН, ТВ Пилот.